Тот, кто немощнее, нередко оказывается более смиренным в сердце. Почему от духовных судей должен понести легчайшее наказание? Противное же этому явствует само собою. Глава одиннадцатая. Не в порядке вещей льву пасти овец. И тому, кто раб ищет страстей, небезопасно начальствовать над людьми так же страстными. Неприличное зрелище лисица среди кур, но всего неблагоприличный гневающийся пастырь. Одна приводит в смятение и губит кур, а другое разумные души. Смотри, не будь строгим истязателем самых малостей, иначе не будешь уже подражателем Богу. И сам ты во всех внутренних и внешних делах твоих имей, строителем и вождем Бога, полагаясь на Него, как на искуснейшего, какого кормчивого. И ради Его, отсекая собственную свою волю, как бы не имея собственного разума, вводись одним Его мановением. И тебе и всякому должно вникать и в это. Не больше ли частью по вере приходящих, а не за нашу чистоту, благодать благоволит действовать через нас? Ибо многие, будучи рабами страстей, сказанным вышеобразом совершали чудеса. Ежели сказано, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем пророчествовали? И так далее. То сказанное мною положение достойно вероятия. Кто действительно обрел себе милость у Бога? Тот может благодетельствовать страждущим, неощутительным для них образом, достигая через это двух весьма важных приобретений. И себя охраняя от людской славы, как бы от так называемой ржи в растениях. И тех, кому оказана милость, располагая воздавать благодарение единому Богу. Глава 12. Тем, которые бодро и весьма доблестно проходят путь свой, предлагая лучшую и более крепкую пищу, о которой или по разумению, или по поведению остаются назади, тем, как младенствующим, предлагая молоко, потому что всякой пищи свое время. Одна и та же пища в иных производит усердие, а в других упадок духа. Преступающие сеять семя должны обращать внимание на время, на лицо, на количество и качество. И ныне, во что вменяя суд за восприемничество, неразумно брались быть пастырями душ и иметь у себя прежде великое богатство. Переселились отсюда с пустыми руками, по восприемничеству расточив богатство сие на других. Как дети бывают собственные и законные, и бывают та же от второго брака, иные подкинутые и иные рожденные от рабынь, так и в восприемниках примечается весьма много с этим сходного. Есть восприемничество в собственном смысле, и оно значит отдавать душу свою за душу ближнему во всяком случае. Но можно воспринять на себя только прежние грехи ближнего, можно также принять на себя одни будущие его согрешения. Еще можно принять на себя бремя собственных своих повелений по недостатку духовной силы и паскудости бесстрастия. Но в том совершенном восприемничестве по мере отсечения воли ближнего несем суд на себе. Законный сын познается в отсутствии отца. Настоятель должен иметь во внимании и особенно замечать тех, которые противятся ему, а в ином и прикословят, и их в присутствии старейших из братьев наказывать самыми тяжкими выговорами, через них внушая страх и другим. Хотя бы выговоры эти и сильно огорчали наказываемых, ибо уцеломудреннее многих, важнее, нежели обида одному. Иные, будучи движимы духовной и любовью, сверх сил своих принимают на себя бремена других, помня сказавшего, больше этой нет любви, как... и так далее. А другие, прияв, может быть, от Бога силы для восприемничества других, несохоты для спасения брата принимают на себя чужое бремя. И окаянными почитаю последних, как не приобретших любви. А первых же нахожу сказанное негде. Изводясь и честное от недостойного, так мои уста будет. Иеремия 15, 19. И я, кажется, сотворил, если будешь ты. Авдея 15. Замети это, прошу тебя, что нередко настоятели в грех в помышлении судятся строже, нежели послушников грех в действии. Равно как и проступок воина легче, нежели неблагоразумный замысл военачальника. Внушай делателям послушание, чтобы грехов плоти и похотения не исповедовали во всей подробности. Прочие же грехи во всей подробности памятовали бы денно-нощно, обучая их, представляя тому образец в себе самом, быть во всем совершенно незлобивыми, простодушными в обращении друг с другом и крайне благоразумными в отношении к демонам. Не забывай, какая должна быть цель у овец твоих в рассуждении и их взаимных отношений. А у волков та цель, чтобы посредством ленивых приводить в расслабление старательных. Не ленись просить и молить Бога за самых нерадивых. Не о том, чтобы они были помилованы, потому что невозможно это без их содействия, но чтобы Бог возбудил их к старательности. Немощные веры, и да, не едят с еретиками, как сказано их правило, а сильные при случае, если неверные приглашают их к себе ради веры, и им желательно идти, пусть идут. Где дело идет о славе Господней, там не отговаривайся неведением. Ибо неведущий, сотворивший же достойное ранам, бит будет за то, что не постарался узнать. Глава 13 Стыд пастырю бояться смерти, когда и самое послушание, как определяет, есть небоязненность смерти. Разыщи, блаженный, без всякой добродетели. Никто не узрит Господа. И прежде всех усвой чадом Твоим, избавляя их от всякого случая, видеть что-либо изнеженное и женоподобное. Для всех подчинившихся нам о Господе по различию телесных возрастов, да будут различные учреждения и помещения. Ибо никого не должно высылать из пристани, прежде нежели придем в разум, чему время определенное и в мирских законах. Ни на кого скоро да не возлагаем рук, чтобы иные овцы, приведенные нами в лета неведение, когда придут в ведение, не стерпев бремени и зноя, не бежали в мир. И это для поспешивших возложить на них руки, небезопасно будет перед Богом. Где такой домоприставник от Бога, который, не имея у себя недостатка в слезных источниках и трудах, не щадит их перед Богом для ощущения других? Никогда не приставая заботиться о возвращении чистоты душам, особенно уже оскверненным телам, чтобы у доброго подвига положникой дерзновенно домогаться тебе венцов не за свои только труды, но и за чужие души. Видел я, что один немощный очистил по вере немощ немощного, прибегнув за него к Богу с похвальной неотступностью и положив душу за душу, в смирении за исцеление его исцелил наконец самого себя. Но видел, что другой поступил подобно этому из самомнения. И в Укаризму Сибиллу слышал, врач исцелись сам. Можно отказаться от блага для большего блага, как поступают избегающие мученичества, не из боязни, но для пользы им спасаемых и просвещаемых. Иной предает себя на бесчестие для чести других, и когда многие почитают его сластолюбцем, пребывает, как иль спец и истинен. 2 Коринстам 6.8. Все почитают обманщиком, а он истинен. Если и тот, кто обладает словом на пользу, но не сообщает того обильно, не останется ненаказанным, то какая, думаешь, возлюбленная опасность угрожает тем, которые деятельным своим содействием могут помочь злостраждущим и не помогают? Избавлен ты Богом, избавляй других. Спасен, и сам спасай влекомых на смерть. Искуплен, не скупись на искупление умерщвляемых демонами, ибо для всякого одаренного силы и дыхания это великая награда от Бога, не приобретаемая никаким другим деланием и созерцанием смертных и бессмертных. Как бы содействием бесплотных и умных сил оказывается тот, кто, дарованную ему от Бога чистотой, ощущает скверны других и из-за укоризненного приносит неукоризненный дар Богу. Ибо это одно составляет всегдашнее занятие божественных священнослужителей. Все же окрыс его принесут дары, то есть души. Ничто не доказывает столько человеколюбия и блага стекнам Создателя нашего, как это оставить девяносто девять овес и взыскать одну заблудшую. Поэтому будь внимателен, исполни веры муж, и всю свою старательность и любовь, и горячность и попечительность покажи в молении к Богу о крайне заблудших и сокрушенных. Ибо где велики болезни и струпы, там без сомнения и великие даются награды. Будем вникать и наблюдать, а потом делать, ибо настоятель по немощи иных не всегда должен предпочитать справедливое. Видел я, как двое были судимы, а один перед мудрым судьею. Неправого, как легкомысленного, провозгласил он правым, а правого, как мужественного и благодушного, признал неправым и осудил, чтобы ради правды не произошло большего раздора. Впрочем, наедине и без свидетелей сказал он каждому, особенно же болезнующему душою, что следовало ему сказать. Овцам прилично злачная равнина. Словесным же овцам всего свойственнее учения и памятования об исходе своем, чем может быть исцелена всякая проказа. Строго надзирай за благодушными и безвинно подвергай их бесчестью в присутствии немощных, чтобы врачевством, данным одному, уврачевать тебе язву другого и расслабленных научить перенесение неприятностей. нигде не видим, чтобы Бог, слыша исповедь, объявлял ту всенародно. И это для того, чтобы не устрашить исповедующихся таким обнаружением и не соделать их уже не исцельно болезненными. Хотя будем иметь и дар предведения, не станем поползнувшихся наперед подсказывать о поползновении их. Но лучше намеками побудим их к исповеди, потому что собственное их перед нами признание немало способствует к получению ими прощения от Бога. После же исповеди их перед нами удостоим больше, нежели прежде попечительности и близости с нами, ибо вследствие этого много преуспеют в доверии и любви к нам, а мы должны показывать им себе образец крайнего смирения, но и вместе обучать их, чтобы имели перед нами страх. Смотри, чтобы смирение твое, показываемое в делах сверхнужды, не собрало угля огненного на голову част твоих. Во всем должно быть тебе терпеливым, кроме случая, когда оказывает прислушание сказанному тобою. «Надзирай, не увидишь ли у себя на поле таких деревьев, которые напрасно занимают землю, а на другой земле способны, может быть, стать плодоносными, никак не отказываясь по общему совету пересаждать их с исполненной любви заботливостью об их упокоении». Страница 395 Святой Ян Лестичник к пастырю Иногда бывает, что настоятель безопасного совершает в добродетелях на местах к тому несвойственных, располагающих к роскоши или многолюдных. Поэтому в принятии к себе овец пусть будет осмотрителен, потому что уклонение от принятия и отказ не во всяком случае возбраняются Богом. Если врач обилует душевным безмолвием, то не столько имеет нужды в безмолвии телесном для попечения о недугующих, а если имеет недостаток в первом, пусть пользуется вторым. Никакой дар наш неблагоприятен так Богу, как приносимые ему кающиеся словесные души. Ибо целый мир неравноценен душе, мир приходит, а душа нетленна и пребудет нетленною. Глава 14. Поэтому, блаженный, ублажай, приносящих Христу неимение, а словесных овец. Совершай непорочное всесожжение, иначе не получишь никакой себе пользы. Как должно разуметь, как подобает преданно быть Сыну Человеческому? Горе же тому, кем Он предается. Так и наоборот, разумею, что многим избранным надлежит спастись. Награда же дана будет тем, через которых, по Господи, совершается спасение. Прежде всего, потребна нам, честный Отец, духовная сила, чтобы тех, которых взялись мы, ввести во святая святых, и которым вознамерились показать Христа, почивающего на таинственной и сокровенной их трапезе, особливо пока не еще в преддверии у входа. Нам, взяв за руку, как младенцев, освободить от мятежа помыслов, как скоро увидим, что они в скорби и в тесноте от мятежа намеревающихся воспретить им вход. Если же иные весьма юные или немощные, то необходимо нам поднять и нести их на своих раменах, пока не пройдут эту дверь подлинно узкого входа, ибо здесь обыкновенно постигает всякое угнетение и теснота. Почему некто и сказал об этом входе, «Сие труд есть предо мною, доколе войду, восхитило Божие». И весь труд в этом одном. И в предшествовавших словах, четвертом и пятом словах, «О, отец отцов! Говорено было у нас об том отце отцов и учителе учителей, каков он был, как всецело украшен горней мудростью, нелицемерен, учителен, строг, целомудрен, снисходителен, благодушен, и, что всего удивительнее, когда усматривал желающих спастись, употреблял против них большую строгость, а в которых опять усматривал свою волю или пристрастие, тех лишал всего, к чему были пристрастны. И всех доводил до того, что все наконец остерегались показать собственную свою волю, в чем-либо таком, к чему имели расположение. Этот досточимый отец говорил всегда так, «Лучше выгнать кого из обители, нежели дозволить, что у послушники исполняли собственную свою волю». Ибо кто выгнал, тот нередко выгнанного делал смиренным и, наконец, отказывающимся от своей воли. А кто оказывает таковым мнимое человеколюбие и схождение, тот делает, что они во время исхода своего будут с жалобами его проклинать, как обманывавшего их больше, нежели делавшего им пользу. Величественное было зрелище, когда великий отец по совершению вечерних молитв на седалище наружу склонен сколоченным из дерев. А внутренне соплетенном из духовных дарований восседал, как некий царь, и прекрасное собратство окружало его подобно мудрым пчелам, внимая словесам его, как Божиим, и повиновалось его приказаниям. А он повелевал, кому тридцать, кому пятьдесят, кому сто псалмов прочитать перед сном, а иному совершить такое же число коленопреклонений, иному же спать, сидя, кому читать до определенного времени, а кому столько же стоять на молитве. Он поставил двоих надзирателей из братьев, которые замечали и прекращали днем сходбище братьев, и праздное препровождение времени, а ночью безвременное пробуждение и все, о чем непозволительно предавать писанию. И не на это только обращал внимание великий отец, но и в рассуждении пищи определял каждому особенный устав, ибо не одни и не одинаковые предлагались всем пищи, но назначаемы были каждому сообразно с его состоянием, ибо одним этот превосходный домопредставник назначал пищу более суровую, а другим более сносную. И к удивлению, всякое повеление его, как бы исходящее из уст Божьих, исполняемо было безропотно. Этому достославному отцу подчинен была и Лавра, в которой сильных духом этот совершенный во всем пастырь отсылал из обители на безмолвие. Настоятельно прошу тебя, не приучай простодушных к ухищренным помыслам, но лучше, если можно, и хитрых доводи до простоты, что необычайно. Кто, по крайней мере, в бесстрастии достиг высшей степени чистоты, тот, как божественный судья, будет употреблять и строгость, ибо недостаток бесстрастия поражает сердце судьи и не позволяет ему, как должен, наказывать и исправлять зло. В наследие сынам оставляй более всего непорочную веру и благочестивые догматы, чтобы тебе не только сынов, но и внуков своих привести ко Господу путем православия. Крепких телесными силами и юных не жалей, изнуряй и укращай, чтобы возблагодарили тебя во время исхода своего. И в этом тебе, премудрый, пусть будет примером великий Моисей, ибо послушных и с покорностью за ним следовавших израильтян не мог освободить от фараона, пока не вкусили они опресноков с горькими травами. Опресноков же означает опреснок душу, которая не имеет привязанности к своей воле, потому что своя воля может надмевать душу до превозношения, а опреснок никогда не поднимается вверх. Под горькими же травами, разумеем, иногда огорчение, каким сопровождается подчинение своей воле другому, а иногда трудности сурового поста. А я, посылая это к тебе, отец, отцов, прихожу в страх, когда слышу того, кто говорит, научая иного, себя ли не учишь. Но, сказав теперь еще следующее, прекращу течение слова. Глава 15 Душа, посредством чистоты, вступившая в единение с Богом для научения своего, не будет иметь нужды в слове другого. Это блаженное в себе самой тайноводителем, путеуказателем и просветителем имеет вечное слово. А такова, как припоминаю и твоя душа, освященнейшая и пресветлая голова. Припоминая же сие не по одному просто дару слова, но и сдел и опытное, изведав непорочное ее намерение, особенно сияющее зверогубительной кротостью и смирением, как у того великого законодателя, которого стопам действительно последуешь ты, отерпеливейший, непрестанно восходя на высоту, едва не имеешь уже перед ним и преимущества, а именно в похвалах непорочности, в победных наградах целомудрию, таким добродетелям, которыми гораздо более, нежели другими, можешь приближаться к Богу, всечистому, подателю и подкрепителю всякого бесстрастия, и за таковые, живущих еще на земле, представляющему с земли на небо. Имя-то подобно тому любителю непорочности Илье, неленностыми ногами вошел ты, как бы на огненную некую колесницу, и не только убил египтянина, и победный венец сокрыл в песке смирение, но даже востег на гору из-за свое тернистое и недоступное зверям житие узрел Бога, насладился божественным глазом и божественной святозарностью, изул сапоги, то есть весь смертный покров, взял за ошиб, или конец, того, кто из ангела превратился в змея, и предал его казни, покрыв тьмою, как бы в собственной его норе и самом преисподнем рве в Египте и во мрачении. Победил высокомерного и надменного фараона, поразил египтян и первенцев их. Это важнейшее победное твое торжество предал смерти. Почему и Господь тебе, как непоколебимому, верил в руководство братьев, которых ты, как вождение устрашимо избавил от фараона и от скверного делания кирпича и избрения, дал им видеть и всяким опытом увериться в этом видении божественного огня и облака непорочности, угошающего всякий пламень, а сверх всего этого разделил для них и то чермное пламенеющее море, которым всего более многие из нас бедствуют, и пастырским своим жезлом и знанием соделал их победителями и торжествующими, а всех, которые гнались вслед их, истребил в конец, и даже и после всего этого, а маленько самомнение, которое обыкновенно встретает победителей по одержанию победы на море, как в совершенной и в деятельности, и в созерцании, обратил ты в бегство воздеянием рук, победил язычников за боговверенный и богопросвещенный народ твой, а сущих с тобой возвел на гору бесстрастия и поставил иереев, преподал обрезания, не очистившись которым невозможно видеть бога, вошел на высоту, отразил всякую тьму, мрак и вихрь, Таразакония 4.11, то есть тройную мглу неведения, приблизился к свету славнейшему, ослепительнейшему и высшему виденного в купине, сподобился глаз, сподобился созерцания и дара пророчества, а может быть здесь еще пребывая, видел уже ты и то, что будет наконец, разумея и будущее, последнее озарение, видение, а потом услышав глаз, который не узрит человек, исход 33.20, Поэтому самому от боговидения на Харирис не шел глубочайшую ее доль смирения с прославленным лицом, душевным и телесным, неся с собой скрижали, видение и восхождение. Но, увы, горе нам за это тельце лияния у сопутствующих со мною, горе нам за это сокрушение скрижалей. Что же потом? Взяв за руку людей сих, провел ты через пустыню, а может быть, когда, полима, они были пламенем собственного своего огня, и взял ты иногда источник слезных вод посредством древа, то есть распинания плоти со страстями и похотями. Ведешь ты брани с исходящими навстречу языками, истребляя их огнем Господним. Приходишь на Иордан, ибо ничто не возбраняет мне отступить несколько от истории. Разделяешь его для людей своих словом, как Иисус, и прежние воды назначаешь морю соленому и морю омертвения, а воды любви по другую сторону возносишь горе перед оттями этих духовных твоих израильтян. Потом повелеваешь принести двенадцать камней, или воссозидая имя апостольский чин, или гадательно давая разуметь одоление восьми языков, то есть страстей, и приобретение четырех главных добродетелей. После этого, совершенно оставив позади себя мертвое и бесплодное море, приходишь к ограду врага. В продолжении всего седневичного всегдашнего круга человеческой жизни требуешь, трубишь в молитве, и, разрушив город, овладеваешь им. Почему и ты можешь воспеть невещественному споборнику? Врагу моему оскудело оружие в конец, и грады страстей моих разрушил. Псалом 9.7 Хочешь ли, скажу и то, что всего выше и доблестеннее. Взошел ты, Иерусалим, к видению совершенного душевного мира и зришь Христа, Бога мира, злопострадав с ним, как добрый воин, сораспявшись плотью со страстями и похотями, и без сомнения для того, чтобы, став Богом фараону и сесть о противной силе его, спогребстись уже и снизойти в преисподнюю, разумеет преисподнюю богословие и неизреченных тайн, быть помазанным и облагоуханным от сродных и легвеобильных жен или добродетелей. Ибо что препятствует мне к слову сказать и выразиться так? Ты на небе пребываешь, сидя одесную. Какая славная добыча! Воскреснув и сам по трех днях, по одолении трех мучителей, может быть, скажу точнее, по одержании победы над телом, душой и духом, или по ощущении как бы трехчастного состава души, то есть страстной, раздражительной и умной силы, приходишь на гору масличную. Ибо должно уже пресечь слово и не мудрствовать до излишества. Особливо пиша к тому, кто исполнен премудрости, преимуществует ведением всего, что выше нас. Об этой-то думаю горе один добрестный, и чес, восходя на нее, сказал, горы высокие оленям, то есть душам, истребляющим гадов страсти. И так с ним вместе совершая течение, и ему сопутствуя, вступил ты на след его, и возрев на небо, опять ввожу в слово прежний образ слова, благословил нас, учеников, и обратил взор на представленную и утвержденную пересим лестницу добродетелей, которой ты, как премудрый архитектор, поданный тебе от Бога благодати, положил основание. Лучше же сказать, дал и совершение, хотя посмеленно мудрее, заменив себя мною скудаумным, принудил меня нечистые уста свои отдать тебе на пользу людей твоих. И это неудивительно, потому что по изображенному в истории и Моисею обычно было именовать себя худогласным и косноязычным. Но у него был превосходный даром слово и доброглаголевый Аарон. А ты, таинник, не знаю почему, пришел для сего к безводному источнику, напомненному египетскими жабами, лучше же сказать, гнилыми струпами. Но поскольку мне от принятого на себя слова не должно удаляться, оставив то на половине течения своего небошественной, то, продолжая соплетать приносимое в дань доброте твоей, скажу здесь. Ты приблизился к святой горе, устремил взор к небу, ступил ногой на стезю, начал течения, в остек, подъялся на высоту, вошел до херувинских добродетелей, введен в их чин, ступил в воскликновение, обратив в бегство врага, проложил путь и предшествовал на том, лучше же сказать, ведешь потому еще и до ныне, и предшествуешь всем нам, восходя на самый верх святой лестнице, и вступив в единение с любовью, а эта любовь есть Бог. Ему подобает слава, держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Молитва Ефрема Сирина В таком положении нахожусь я, окаянный, знаю узы свои и скрываю их из робости. Совесть моя обличает меня, почему не трезвишься ты, бедный, не знаешь разве что страшный день суда при дверях? Восстань как сильный, разорви узы свои, у тебя есть сила разрешать и вязать. Так обличает меня всегда святая совесть. Но не хочу освободиться от узы сетей, каждый день сету и воздыхаю об этом. Оказывается же, что связан я теми же страстями. Окаянен я и беден, не оказываю успехов во благо жизни своей, не боюсь оставаться в сетях смертных. Тело напоказ, видящим, обличено благоговейной наружностью, а душа опутана непристойными помыслами. Стараюсь быть благоговейным наружно, а внутренно я мерзость перед Богом. Услаждаю речь свою, говоря с людьми, а сам горек и лукав в произволении. Что же мне делать в день испытаний, когда Бог откроет все перед судилищем? Великий страх непрестанно сокрушает сердце мое, потому что связан я с сетями несметных беззаконий моих. Сам знаешь, что буду там наказан, если судья не умилостивлю слезами здесь. Поэтому-то не удерживаешь ты, владыка, щедрот своих в огне, ибо сам ожидаешь моего обращения. Ты не хочешь видеть, чтобы кто-либо горел в огне, но всем человеком желаешь спастись в жизнь. Поэтому, уповая на щедроты Твои, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, преподаю к Тебе и умоляю, воззри на меня и помилуй меня, изведи душу моей из темницы беззаконий, и да воссияет лусь света в моем разуме, пока не прошел я в будущую страшную для меня жизнь, где совершенно будет невозможно покаяться в худых делах. Великий страх объемлет меня бедного и блудного, какой пойду совершенно, как неготовым и обнаженным от покрова добродетелей. Страх и боязнь объемлют меня, ибо вижу, что неревностен я к добру, но обуреваюсь противными помыслами, потому что слушаюсь бесов, которые сластолюбием уловляют меня в погибель. «Если не обличаюсь своей совести, то во многом кажусь себе хорошим, уподобляюсь нерадивому и ленивому купцу, который в один день теряет свой достаток и прибыль. Так я, бедный, теряя небесное благо среди множества развлечений, вовлекающих меня в худые дела, сам в себе ощущая, как ежечасно окрадывает меня и нехотя занимаясь тем, что ненавидит». Субтитры создавал DimaTorzok